Здравствуйте! Ароматы блюд, витающие на кухне, яркие краски радующих нас фруктов и овощей, наполняют душу счастья. Крымская кухня поделится с вами идеей вкусного горячего ужина. Представляем вашему вниманию банкетный зал Янгиюль. Идеальная территория для организации банкетов, фуршетов, торжественных событий с участием до 200 человек. Восточная и европейская кухня ресторана не оставят вас равнодушными. Мы находимся по адресу город Симферополь, Ялтинская объездная 5. Мы находимся в ресторане банкетном зале Янгиюль города Симферополь и вместе с шеф-поваром заведением Шефико Сулейманово приготовим необычные блюда. На первой будет у нас салат Коктебель, он самый очень простой и легкий для приготовления домашних хозяек. И на второй будем готовить горячее блюдо, семка по-королевски. Начнем с приготовления салата, да? Да. Теплые салаты из морепродуктов, универсальные, вкусные, полезные, сытные или наоборот легкие, они хороши в любое время года. Для теплых салатов подойдут любые морепродукты – креветки и кальмары, мидии и осьминоги, раковые шейки и мясо крабов. Свежие, замороженные или консервированные. Традиционно морепродукты в салатах сочетают с рисом, картофелем или макаронными изделиями. Для салата нам понадобится? Для салата нам понадобятся очень легкие и простые ингредиенты. Это такие, как помидор, огурец свежий, с морепродуктов. Так как у нас салат, как тибель, он идет морской, понадобится креветка, кальмары и мидии. Самый простой будем делать соусы. Это будет соус на основе майонеза с добавлением соевого соуса и горчицы. Зернистая, да? Зернистая горчица. Начинаем с первого. Это у нас будет с нарезкой овощей, огурца, помидора. А затем будем продолжать добавлять, нарезать морепродукты и кальмары. Морепродукты у нас используются в свежем виде? Да, желательно в свежем виде, так как у них более лучший и более усваиваемый вкус. После того, как после заморозки, естественно, у них вкусовые качества меняются. Начинаем. Помидоры и огурцы нарезать. Какой-то способ нарезки в этом салате свой? Или по желанию может... Ну, как бы, желательно, конечно, нарезать кубиком, крупно кубиком, так как овощи быстро текут. И для того, чтобы... Чтобы мы не успели выделить сок? Сок, да, мы лучше будем нарезать кубиком, и будет усваиваемостью лучше. Давайте вы, наверное, начнете нарезать, помогать будете огурец. А я... У нас идут помидоры и черри. После того, как мы будем нарезать помидоры и овощи, я перейду к главному соусу, так как... Вот, весь секрет этого салата – соус. В соусе, да. Мы будем его не перемешивая, добавляя сверху, так как он может... Для того, чтобы больше сохранился у него внешний вид и вкусовые качества, мы его будем оформлять внешний вид. После того, как придут гости, уже, естественно, можно, любая хозяйка может перемешать, как бы, на месте. Уже перед самой подачей, да? Передаю. Да. Итак, что нам понадобится для соуса? Для соуса нам, в первую очередь, понадобится, самое основное, это идет у нас майонез, затем горчица зернистая, сок лимона, немножко добавим оливкового масла для вкуса, соль, перец – это уже будет добавляться по вкусу. Угу. Все, смешиваем мы его здесь? Да, давайте здесь сделаем. Вот так, майонез. Такой специфический, да, соус в этом салате? Да, у него необычный будет, как бы, вкус. Горчицу используйте зернистую, да? Да, лучше использовать зернистую, так как многие предпочитают сейчас использовать зернистую горчицу, она более не внешний вид. Добавляем. Так, и... Масло. Добавляем. Все к лимону, да? Немного кислоты, да? Да, так как морепродукты у нас любят немножко. Ну, масло, да? Оливковое масло. Оливковое масло добавляем немножко. Можно еще будет, если добавить соевого соуса, так как оно даст вкус и цвет соуса, придаст. Хорошо, смешиваем все. Как и по цвету он у нас играет, да, хорошо? Так и по вкусу. Гормональность даст, да, цвета и даст вкусовые качества. Все, соус у нас как бы готов. Готов. Да, перейдем к основным ингредиентам, это морепродукты. Как мы уже сказали, креветки. Креветки будут использоваться, мидии и кальмары. Кальмары предварительно мы все приготовили, обжарили, отварили кальмар, почистили. Так как у нас получается кальмар, нарезаем полу... Можно, естественно, у него разное. Можно использовать нарезку, так же, как и кубиком, и соломкой, и полукольцами, и кольцами. Ну, естественно, будем нарезать все, так как у нас овощи нарезаны кубиком, а и мы будем кальмар нарежем кольцами. Так оно будет красивее, гормонально сочетаться и выглядеть. Смотрите, да, в салате. Да, нарезаем. Креветки тоже нарезаются? Нет, креветки будем добавлять... И мидии тоже. Мидии и креветки мы будем добавлять целиком, а так как самый главный, ну, ингредиент кальмара мы не можем добавить целиком, так как действительно будет, не будет красиво выглядеть, мы его добавим кольцами, нарежем кольцами. Креветки отварили тоже самое, да? Креветки предварительно, да, мы отварили, получается в лимонном соке, соку с добавлением укропа, специи. То есть они уже насыщены таким вот ароматом, да? Насыщены, да, да. Итак, нарезаем кальмар. Давай, я буду нарезать кальмар. Как мы и сказали, кольцами уже, да? Да. Вот это стандартный набор морепродуктов? Нет, например, у любой хозяйки, конечно, не всегда бывают дома, например, те же кальмары или креветки, или мидии мы можем заменить любыми морепродуктами. Те же, например, слабосоленой семгой или осьминожками или другими морепродуктами. Креветки лучше использовать какие? Тигровые, коровецкую креветку? Ну, можно использовать королевскую креветку и тигровую. Можно использовать лангусты. Это, опять же, в зависимости от того, что будет у любой хозяйки и что найдет под рукой. И так, нарисуем. И сейчас тоже перейдем к сервировке этого салата, да? У нас уже все. Будем сразу выкладывать на тарелку, так как, чтобы меньше было смешивания, меньше было использования... А чтобы не смешивать, да? Не смешивая, да, чтобы не было меньше. Даже не смешивать аккуратно, чтобы не испортить вот эту вот форму. Форму и красоту мы будем сразу выкладывать в тарелочки и будем подавать на стол. Можно использовать разновидность лист салатов. И отлично то, что мы круглый год можем довольствоваться, да, вот этой вот зеленью сочной. И использовать ее в приготовлении своих блюд. И будет красиво выглядеть на тарелке и на столе, естественно, новогоднего стола, да. Мы выкладываем лист салата, да? Да, мы будем использовать разновидность лист салата. Можно использовать все, что угодно, как бы говорится, разные виды. Да, мы предлагаем соль вариант, да? Каждая хозяйка уже по вкусу. Да, там по вкусу, в зависимости от выбора, от приготовления, от качества. Естественно, любая хозяйка предпочитает любой вид салата и разновидности зелени. Мы немножко его будем измельчать. Порвем, да? Да, для того, чтобы у него усвоился, свои вкусовые качества усвоились. Мы будем разбрасывать его, как бы не... Такая у нас воздушная подушка, да, из зелени. Ну, я думаю, будет вполне достаточно добавления зелени. Да, дальше. Так, затем мы выкладываем в овощи огурец. Прям вот как? Прям можно, да, разбрасывать. Разбрасываем. Сочный наш тоже огурец. Также мы выкладываем... Помидоры черри. Вот как уже заиграли нотки, да? Яркие в нашем салате. Перемешиваем морепродукты или можно выкладывая сверху, а затем заправляя соусом. Некоторые хозяйки любят сразу, как бы, смешивать ингредиенты и выкладывать на тарелку. Но мы будем сегодня готовить без перемешивания, выкладывать... Да, до подачи уже можно все смешать, да? Все смешать, да, будет. Так, изначально мы сначала выкладываем... Из морепродуктов. Из морепродуктов будем выкладывать... Кальмары. Кальмары, да. Затем выкладываем... Мидии. Мидии. Мидии также можно использовать... Разные мидии. Можно использовать мелкую или можно использовать в ракушках. Как бы, зависимости уже, что, как бы говорится, что найдешь дома. Да. И креветки. И креветочку также можно использовать тигровую, королевскую или лангусты. Ну, мы сегодня используем королевскую креветку. Так как у нас королевское меню сегодня, да? Следующее блюдо у нас семка по-королевски. Салат у нас тоже королевский с использованием королевской креветки. Так, для того, чтобы соус, можно также, можно будет подавать или в соусничке отдельно, или можно будет оформлять, как бы, с помощью кондитерского мешка, да, сверху. Самый обычный мешок. Ну, это, опять же, зависимости, что можно найдет хозяйка дома. Так, и выводим красивые узоры такие, да? Так, выкладываем. Красиво украсили соусом. Соусом также мы, естественно, мы любой морепродукт и салат, мы используем лимон. Так же, как и для оформления, и для соуса мы использовали лимоны. И так же можно при подаче украшать салатом долька лимона, да. Так, и вот так вот красиво мы укладываем лимоны. И так же можем оформить с маслиной или с оливкой. И на оливке, да, используем. Что будет уже, естественно, дома. Вот, посмотрите, да, сколько ярких красок в одном блюде, да, в одном салате. Перед подачей уже можно все смешать. Да. Какое-то время пропитаться, да, соусу нет в этом необходимости? Нет, соусу как бы нет необходимости. У нас мы при перемешке, у нас уже соус, естественно, заправленный. И мы можем уже будет, гости, когда придут, там уже, естественно, по вкусовым качествам, каждый любой гост, он добавляет уже свои вкусовые качества. Добавляет, может быть, соль, перец и все остальные. По вкусу уже, да. Итак, салат к подаче готов. Чтобы приготовить соус для салата, соедините майонез, зернистую горчицу, добавьте сок лимона, оливковое масло, соевый соус и хорошо перемешайте. На сервировочное блюдо выложите листья салата, огурец, помидоры черри, затем отварные морепродукты, после чего заправьте салат приготовленным соусом. Недаром семгу считают королевой рыб, ведь любое блюдо с ее участием становится поистине изысканным. Семга по-королевски – это то блюдо, которое можно приготовить на любой праздник. Для этого деликатеса можно использовать также филе любой красной рыбы. Семга отлично сочетается с зеленью, смешанной со сливочным маслом, сыром, грибами и морепродуктами. Второе блюдо – горячее блюдо, да? Семга по-королевски с красивым таким названием. Да, мы будем использовать на второе семгу по-королевски. Для этого нам понадобится сама семга, естественно. Мы лучше, конечно, семгу брать не замороженную, опять же, а брать свежую. Можно использовать не только семгу, можно также использовать форель, горбушу. Ну, естественно, горбуша не заменит, семга не заменит горбушу, так как у нас семга идет по вкусовым качествам, естественно, она выделяется у нас. И мы сегодня будем использовать семгу, стейк семги. В это блюдо входит у нас семга, креветки с добавлением сыра и красной икры. Такое вот рыбное блюдо, да? Да. Значит, нам нужно сейчас семгу замариновать. Да, предварительно мы маринуем семгу. Для этого мы используем стейк семги. Мы делаем такие небольшие надрезы, чтобы она более лучше у нас промариновалась. Промариновалась и, естественно, более насыщенная и более вкуснее. Мы используем для этого соль, перец. Хорошо, так нужно посадить. Это блюдо очень простое в приготовлении. В приготовлении оно очень простое, как бы, и оно очень такое насыщенное и очень вкусное. Изысканное. Изысканное, естественно. Какое блюдо. Для встречи дорогих гостей каких-то можно. Да, новогодних дорогих гостей, там, для дня рождения или для романтического ужина. Как вариант, хорошее блюдо. Затем мы используем дольку лимона для того, чтобы, так как у нас сок лимона, у нас любая рыба, любой морской продукт, он любит сок лимона. Очень хорошо сочетается, да? Это именно дополняет кислинка вот эта лимона и все морепродукты. Далее. Затем мы используем соевый соус и немного добавляем оливкового масла. Немного соевого соуса. Соуса. После этого немножко его промариновываем. Добавляем оливковое масло. Оно у нас получается маринуется. Буквально. Недолго, да? Да, они необходимы для того, чтобы съемка, она при добавлении сока, она начинает как бы не сворачиваться, она маринуется как бы быстро. Либо свойство имеет быстрой мариновки. Из-за этого мы не будем ее долго оставлять, для того, чтобы она промариновалась. Все, у нас пока это все готовится, маринуется. Мы после того, как она промариновалась, мы ее немного обжарить, да. Обжарить с обеих сторон. Обжариваем, да, с обеих сторон на разогретые сковородки с добавлением оливкового масла, с добавлением креветок. Также мы можем креветки замариновать в этом же таком же соусе, немного их обжарить для того, чтобы он придал свой вкус, специфический вкус. И далее продолжим приготовление вот этого необычного королевского блюда. Вот такой вот сочный и аппетитный стейк из Сюнги, красавица у нас на столе с полужару. Далее нам нужно сейчас выложить креветки, тоже уже обжаренные, да, сверху. После того, как мы обжарили семгу и креветки, мы теперь будем все выкладывать и отправлять в духовку. Первое, мы на сервировочную тарелку выкладываем семгу, затем сверху укладываем креветки. Вот она, семга. Такой аппетитный, изысканный кусочек у нас. Сверху выкладываем креветочки, которые тоже были обжарены на сковородке. И замаринованы. Замаринованные и обжаренные на сковородке. Выкладываем их сверху семги. Красиво так. Этот рецепт вы придумали сами? Ваш авторский? Да, это был придуман авторским рецептом. Естественно, каждая хозяйка, каждый повар как бы предпочитает свой рецепт, свою изюминку добавлять. И для дальнейшего мы после того, как выложили креветки, мы сверху посыпаем сыром. Для того, чтобы была она более насыщенная и более сочная. Сыр, естественно, любая хозяйка может использовать разновидность разных сыров. Твердых сыров, мягких сыров. Естественно, что найдется в новогоднюю или любой романтический вечер сыр. Сегодня мы используем? Мы сегодня используем пармезан твердых сортов джугас. Его необходимо пропустить через терку, да? Да, предварительно мы пропускаем через терку, для того, чтобы было обильно, посыпаем, не жалея, чтобы было более вкуснее, более насыщенное. После того, как блюдо запечется в духовке, оно будет еще более сочнее и румяная корочка будет у него. Припорошили так сыром сверху. Сделали новогоднюю подушечку. Далее. После того, как мы достанем кусочек наш, мы сейчас отправляем в духовку, после того, как мы достанем с духовочки, будем его уже оформлять, сервировать стол. Отправляем в духовку на какое время и при какой температуре? В духовку отправляем при температуре 180 градусов на 2-3 минуты буквально. Этого достаточно, да, чтобы сыр слегка потаял. Вот так непередаваемый просто аромат, да, вот этой семги, запеченной в духовке вместе с креветкой и подплавившимся уже сыром. Немного сыром, да. Да, и? После этого, как мы достали из духовки нашу семгу, подплавленную с подплавленным сыром, сверху мы можем оформить красной икрой. Вот так вот мы укладываем. Можно посыпать обильно. Ну, это достаточно сытное такое, да? Да, это как бы сытное и очень вкусное блюдо. Можно подавать без гарнира, просто вот как такой вот деликатес, да? Вот заиграли яркие краски икры. После того, как мы оформили нашу рыбку красной икрой, мы будем теперь оформлять тарелочку. Тарелку также можно, обязательно мы добавляем лимон, маслины, добавляем листья салата. И можно, каждая, любая хозяйка может оформить по-своему тарелочку. Так, мы сейчас... Лимон мы как нарезаем? Можно лимон нарезать дольками, а также можно нарезать полукольцами или кольцами. Нарежем полукольцами, да? Для сочетания нашей рыбки мы добавим листья салата, да? Листья салата, разновидность, да. Используют по желанию, по вкусу уже каждый. Немного укропа тоже, да, хорошо сочетается с рыбой. Так, лимон мы выложим вот с этой стороны, да? Да, лимон можно выложить или с этой стороны, или, опять же, сделать разновидность украшения. Ну, когда красуется вот такой вкусный аппетитный стейк, тут уже украшать это блюдо можно дать воле своей фантазии. Вот так вот, да? Вот такое вот сочетание такого цветочка. Также обязательно можно добавить маслины, оливки. Ну, я думаю, что сильно много не будем обильно украшать нашу семгу. Она как бы и так очень у нас выглядит красиво и аппетитно. И, в принципе, блюдо наше готово для употребления и подачи. Вот такое вот очень аппетитное, сочное семга по-королевски готова. Чтобы приготовить семгу по-королевски, рыбу посолите, поперчите. Затем замаринуйте в смеси из сока лимона, соевого соуса и оливкового масла. Обжарьте рыбу с обеих сторон в растительном масле. После чего на семгу выложите жареные креветки. Добавив сыр, отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов на 2-3 минуты. При подаче украсьте блюдо красной икрой и долькой лимона. Сыр для рыбы рекомендуется пропустить через мелкую терку. Так он быстрее расплавится, образуя ровную румяную корочку. Если вы используете приправу для рыбы, тогда с солью будьте осторожны, потому что приправа для рыбы уже содержит соль. Лимон можно нарезать вместе с кожурой, предварительно обдав его кипятком. Для приготовления салата используйте только свежие морепродукты и никогда не подвергайте их повторной заморозке. Ужин по-королевски готов. Салат из королевской креветки, да? И вот такая вот очень аппетитная, сочная семга по-королевски. И в завершении нашей программы ваше пожелание нашим телезрителям. Я желаю каждому приготовить такое изысканное и необычное блюдо. Радуйте своих близких, гостей, родственников изысканными и необычными блюдами. Я желаю вам приятного аппетита. Представляем вашему вниманию банкетный зал «Янгиюль». Идеальная территория для организации банкетов, фуршетов, торжественных событий с участием до 200 человек. Восточная и европейская кухня-ресторана не оставят вас равнодушными. Мы находимся по адресу город Симферополь, Ялтинская, объездная, 5. Чтобы приготовить соус для салата, соедините майонез, зернистую горчицу, добавьте сок лимона, оливковое масло, соевый соус и хорошо перемешайте. На сервировочное блюдо выложите листья салата, огурец, помидоры черри, затем отварные морепродукты. После чего заправьте салат приготовленным соусом. Чтобы приготовить семгу по-королевски, рыбу посолите, поперчите, затем замаринуйте в смеси из сока лимона, соевого соуса и оливкового масла. Обжарьте рыбу с обеих сторон в растительном масле. После чего на семгу выложите жареные креветки. Добавив сыр, отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов на 2-3 минуты. При подаче украсьте блюдо красной икрой и долькой лимона. Уверена, вот такие вот необычные блюда придутся вам по душе. Готовьте и наслаждайтесь. Наша кулинарная встреча состоится ровно через неделю, в это же время на телеканале Первый Крымский. Субтитры подогнал «Симон»